Всем добрый вечер! Я сегодня решила сменить свой задний фон, обстановку, решила перевозироваться с кухни в комнату, для того, чтобы мне было так скучно. Постараюсь сегодня болтать немного, потому что хочу типа пойти попробовать пораньше лечь сегодня спать, но мне кажется, это мне не получится в очередной раз. Мне бы очень хотелось затронуть тему питания, тему развития, тему эволюции вообще в принципе, которая существует во всех сферах в нынешнее время. Ну, конечно, мне бы хотелось затронуть тему мою боли по питанию, потому что многие из вас, из нас, даже мы себе не можем представить, насколько важно то, что мы запихиваем себе в рот ежедневно. То есть это настолько удивительно, настолько удивительно, интересен весь этот процесс, что мы даже иногда не представляем себе, что реально столько важных вещей в нашей жизни зависят от нашего питания. Я сейчас настолько в этом убедилась, что сейчас вам просто расскажу маленькую такую свою историю, свои наблюдения, да, и вы поймете, к чему я в принципе тут все это клоню. Что, да, как мы привыкли очень много слышать такой информации, да, что нужно кушать по чуть-чуть, что нужно кушать много раз в день и не доводить себя до чувства голода. Сейчас появляются всякие новые интересные, можно так сказать, стратегии, да, по поводу того, что многие спортсмены, многие просто блогеры, многие люди, да, уже переходят на, снова переходят на трехразовое питание, да, потому что доказано, что очень частые перекусы, очень частые приемы пищи, да, они каждый раз в крови нам поднимают уровень инсулина, уровень глюкозы, да, то есть у кого инсулина, у кого глюкозы, глюкозы в частности, да, и из-за этого, например, возникают такие болезни, вот как сахарный диабет, либо инсулино-ресистентность, да, то есть, естественно, сказать, что вот это хорошо, вот это плохо, вот это правильно, вот это неправильно, уже реально невозможно, потому что это все, мне кажется, просто эволюция, и мы должны стараться идти в ногу с ней. Вот сейчас на себе я провела такой интересный эксперимент, я, например, очень много времени, да, питалась по определенной системе, которая называется ПП-питание, да, то есть правильное питание, спортсменское, глупо говоря, питание, да, когда у меня 4-5-6 приемов пищи в день, да, это небольшие порции, это белковая программа такая, да, где есть углеводы, где есть белки, где очень мало жиров, да, и в последнее время я замечала по себе, что у меня, ну, я как-то себе, можно так сказать, не очень хорошо чувствовала, да, то есть я долго не могла додуматься, в чем дело, в чем проблема, и когда начала слушать много информации, когда стала учиться, я вам уже неоднократно говорила, что у меня есть коуч, с которым я учусь, то есть это человек, которого я слушаю, и у которого тоже беру достаточно много полезной, хорошей информации, и обратила внимание на то, что у него другая система питания, и меня это очень привлекло, да, меня привлекло внимание очень сильно, это я решила тоже это попробовать, и вы знаете, я перешла на другое питание, которое насыщено жирами и белками, да, спустило количество углеводов до минимума, и вы знаете, у меня тело сделало, очень-очень хороший прогресс, я стала чувствовать себя намного лучше, я стала более активна, я стала более, можно сказать, весела, да, хотя, в принципе, я всегда с хорошим настроением, но последние несколько месяцев я замечала, что очень часто возникало депрессивное состояние, состояние такого нехотения ничего делать, то есть я понимала, что какой-то идет дисбаланс, я понимала, что организму чего-то не хватает, он хочет, я постоянно ела сладости, постоянно нажимала на углеводы быстрые, то есть это сладости, опять вам повторю, да, это, естественно, сказывалось на моей фигуре, я понимала, что я просидеть на нормальном своем питании не могу ни одного дня, и обязательно что-то лишнее начинаю запихивать в рот, потому что организм постоянно просил что-то поесть, я постоянно была полуголодная, доедала непонятно что, и в итоге я видела, что это отразилось безумно страшно на теле, потому что у меня постоянно отечность, у меня начал появляться сзади целлюлит на ляжках, то есть, понимаете, и потом, когда я стала все это анализировать и думать, что что-то организм мой мне пытается сказать, он все это настолько явно уже выражает вот здесь снаружи, что я уже просто обязана это заметить и принять какие-то меры, вы знаете, я их приняла, и мне это очень понравилось, да, то есть сейчас я хочу еще сделать некоторые изменения, такие, как перейти, да, на трехразовое питание, да, то есть наше древнее, да, то есть раньше мы все кушали три раза в день, не думали о том, что надо перекусывать и херня всякая еще страдать, да, то есть вот сейчас, например, хочу попробовать то же самое, то есть питание, которое насыщено жирами, белками, да, углеводов минимум, и сделать это хотя бы трехразовым, для того, чтобы не было вот этих сильных скачков инсулина, мне просто задавали вопрос, но в инстаграме, да, когда я комментировала свою новую систему питания, мне задавали вопрос, что это достаточно интересная тема, и надо бы ее раскрыть, и вот я все-таки решила, да, это питание называется кето-питание, я думаю, вы это слышали, ну, кто немножечко увлекается, тот однозначно слышал про это, есть кето-интервальное питание, то есть это, когда вы кушаете два раза в день, и большие интервалы между приемами пищи, то есть большие, много часов, много перерыва, да, опять-таки это практикуют люди, у которых вот есть инсулино-ресистентность, у которых есть предрасположенность к развитию диабета, да, то есть диабета не такого, например, как у моего сына, а диабет, который второй группы, там, по-моему, еще есть какая-то группа, да, то есть это тот диабет, который возникает во время жизни при определенных условиях, да, то есть какие-то условия организму нашему не понравились, и возникает второй тип диабета, да, первый тип диабета, такой, как в основном у детей, да, сегодня тоже мне задали вопрос, он возникает в основном наследственно, да, то есть это организм рождается, он уже предрасположен к тому, что у него может быть эта болезнь, и в основном до переходного возраста оно у детей появляется, в принципе, то, что сейчас получилось у нас, да, с Артемом, вот, поэтому сейчас иду по новой системе питания, скажу вам, я очень рада, единственное, что есть многие нюансы, такие, как, например, на данный момент, я вообще не кушаю фруктов, желательно избегать сладостей, честно вам скажу, учитывая то, что питание очень насыщено жирами, сладостей в таком количестве не хочется, я бы вам даже сказала, вообще не хочется, вот я, например, могу скушать один-два кусочка шоколада в день, и на этом все это заканчивается, да, то есть если раньше я садилась и могла затоптать целую плитку шоколада, целую, да, то есть и не дай бог бы эта плитка была 200-граммовая, не дай бог, не дай бог, но даже 200-граммовая, она вся уходила туда вовнутрь, можете себе представить, то есть это огромная на самом деле проблема, многие мне не верят и не верили, всегда говорили, ой, Карина, что ты там рассказываешь, ты типа сладкоежка, ты это все потом типа сжигаешь в спортзале и вообще, что ты там ешь, но потом, когда они реально видели своими глазами то количество сладостей, которые я ела, они действительно не верили, и, ну, как бы это было очень странно, вот, вот поэтому хотела с вами вот раскрыть вот эту тему и сказать о том, что мое тело действительно сейчас сказало мне огромное спасибо, я действительно полна энергии, да, у меня нет этих жутких перепадов, сильных настроений, иногда бывает, да, как у всех женщин нормальных, да, но это уже не так сильно, допустим, как вот было раньше, я сыта, самое главное, я не хожу целый день с постоянным чувством голода, у меня есть мои блюда, я их съедаю, и я больше ничего не подъедаю, это тоже очень важно, то есть вообще, в принципе, для каждой женщины очень важно, да, употреблять полезные жиры, очень важно, потому что женщина без полезных жиров жить не может, да, мужчины, кстати, тоже, но все равно для женщины это более важнее для поддержания нашего нормального функционирования организма и гормонов, вот что самое интересное, поэтому хотела вот и вам задать вопрос, слышали ли вы про такое, как кето питание, что именно вы слышали, какие отзывы можете мне написать, потому что это действительно для меня, это новая тема, я ее раскрыла абсолютно недавно, я вам скажу честно, потому что я вижу, что Европа вообще, в принципе, отстает немножко во многих сферах, мне так кажется, может, мне кажется, вот, и так как я на себе немного испробовала, мне очень понравились результаты, меня наконец-то стал проходить этот дурацкий целлюлит сзади на ляжках, да, он у меня был, я вам покажу, где он был, вот, отечность, отечность ушла, понимаете, то есть это тоже очень важно, потому что отеки, это лишняя жидкость, собранная в организме, которая абсолютно нам не нужна, да, вся эта жидкость, которую мы употребляем, вся эта вода, которая в нас заходит, она должна нас промывать, она должна нас питать и транзитиком хорошим выходить, да, если она задерживается, то она задержится по какой-то причине, то есть реально совсем другие хорошие, приятные ощущения, вот, да, и все, что я сделала, я всего лишь поменяла питание, и вы знаете, благодаря питанию можно избегать очень многих болезней, можно предотвращать очень много болезней, вот, например, если есть продукты, которые очень питают, например, те же плохие раковые клетки, да, питают всякие бактерии, да, вот тот же сахар, кстати, сахар-то вообще еда для всей гадости, я вам это честно скажу, да, наверное, я тоже гадость, так как я люблю сахар, вот, то есть вот все раковые клетки очень любят сладости, да, то есть в основном все плохие клетки, которые клетки болезней, они все очень любят сахар, то есть, да, почему очень часто нас садят на диету, когда есть определенные, да, заболевания, потому что питание решает очень много проблем, очень много проблем, на самом деле, вы даже не представляете, насколько сегодня еще слушала одного товарища, очень знаменитого, ну, правда, испаноговорящего доктора, у него тоже миллионы подписчиков, он тоже говорил, что даже эпилепсия, да, которая может лечиться, прекращаться, да, благодаря правильным продуктам и правильному питанию, поэтому очень важно, контролировать хотя бы немножко то, что мы употребляем, конечно, безусловно, сейчас продукты отвратительного качества, сейчас они непонятно, где все выращиваются, непонятно, как производятся, и они уже в себе содержат кучу химки и кучу всякой гадости, это понятно, да, тут, конечно, уже спорить, как бы, но, опять-таки, хотя бы стараться, да, уже не брать очень сильно переработанные какие-то продукты, хотя бы исключать, да, вот такие вот гадости, как сахар, да, или хотя бы снизить это количество, то есть немножко хотя бы пытаться, да, своему организму помогать, потому что это действительно великая сила вообще, питание, продукты, это великая сила на самом деле, мы даже себе не представляем, насколько великая, вот, на этом я буду заканчивать, и вот поэтому хотела вам сказать, что очень много разной информации сейчас, да, и одни говорят одно, другие говорят другое, и не факт, что кто-то прав, а кто-то нет, просто настолько быстро эволюционирует все, да, эволюционируют все наши открытия, все наши достижения человеческие, да, что, конечно, то, что вчера было хорошо, сегодня это уже плохо, или наоборот, то, что вчера было плохо, сегодня провели новое расследование, да, благодаря каким-то новым этим аппаратом, я не знаю, да, то есть это уже хорошо, то есть здесь, как бы, как говорится, да, сколько людей, столько и мнений, я считаю, что во всем нужно искать пример, пример в чем, да, вот, если вы хотите чего-то добиться, вы должны найти того человека, который этого добился, и спросить у него, идти за ним, да, то есть для меня всегда был очень важен личный пример, очень важен, да, если это был тренер, мне было очень важно, чтобы этот тренер был при форме, если это нутрициолог, мне очень важно, чтобы этот человек был при форме, если это просто девушка, которая делает маникюр, да, она просто обязана быть с идеальными ногтями, либо это косметолог, да, для меня она просто обязана быть с хорошим, чистым, нормальным лицом, ухоженно, да, любой парикмахер, мне кажется, что он просто обязан ухаживать за своими волосами и подавать пример. То есть для меня всегда был очень важен личный-личный пример. То есть, и поэтому вы всегда должны прислушиваться к тем людям, результаты которых на вас произвели впечатление и результаты которых вы бы хотели для себя, да. То есть если вы хотите добиться таких же результатов, вот к этому человеку вы должны обращаться. Вот к нему вы должны идти. Потому что, например, многие наши девочки, даже мои, которые у меня занимаются, задают мне вопрос. Говорят, Карина, вот смотрю блогеров, например, русских, украинских, у них основа это гречка. Говорит, а здесь в Европе гречку вообще никто не ест. Ей едет белый рис. То есть и она права. Потому что, во-первых, в Европе, в принципе, нет гречки, да. А если она есть, то она по сумасшедшей цене. Естественно, на цену пачки гречки ты покупаешь три пачки риса. Естественно, как бы все у питания, все диеты у всех нутрициологов и у всех тренеров, да, все основано на рисе, на белом, не на белом, на коричневом, на любом, да. Сейчас уже опять уже гонят на белый рис, что он тоже плохой. Ну, в общем, неважно. То есть я всегда отвечаю просто всем, практически всем одинаково, что вы всегда должны найти того человека, который вам по душе, результаты которого на вас произвели впечатление, результаты которого вас мотивирует. Вот к нему идти и ему задавать эти вопросы. Я не ем гречку, например. Я ее люблю, но я ее не ем с тех пор, как я живу здесь, потому что, чтобы мне ее купить, мне нужно ехать в определенный специальный магазин за 3-9 земель, грубо говоря, которые мне вообще не по пути, где-то там в центре Валенсии, и покупать эту гречку, которую в прошлый раз я купила за 5 евро пачку. И я на нее так посмотрела и думаю, в смысле? И на 5 евро я купила себе 5 пачек риса разного, любого, какого я захотела, да, грубо говоря. Да, конечно, не сравнится гречка с рисом, это естественно. Но я имею в виду то, что у меня добилось определенных результатов без гречки. То есть если вам мои результаты нравятся, спросите у меня. Если вам мои результаты не нравятся, спросите у того человека, результаты которого вам нравятся. Все, это все настолько просто. То есть любого учителя нужно выбирать себе, коуча, учителя, любого наставника нужно выбирать себе по его результатам. То есть те результаты, которые вам нравятся, на вас произвели впечатление, и вы бы хотели добиться таких же, вот того человека вам нужно выбирать. И это касается, мне кажется, всего абсолютно. Мне кажется, человек, который не добился определенных успехов в той или иной сфере, он не может рассказать другим, как добиться этого успеха. Я просто не понимаю, как это возможно. Вот честно. Вот то, что сейчас я вам все рассказываю, это все с моего личного опыта. И то, где у меня есть просаг, о чем я не знаю, я никогда в жизни вам тут не буду втирать. Никогда. Потому что я считаю, что это неправильно, категорически. И вот поэтому на многих смотрю, там вот я там добилась такого-то, такого-то результата. Вижу, да, есть результат. Отлично, хорошо, молодец. Вот это подходит. Да, либо человек, который учит тебя зарабатывать миллионы на своем блоге, да, а у самого там пару тысяч в месяц заработка, да. То есть как он тебя научит зарабатывать миллионы, если он сам их не зарабатывает. Ну, то есть для меня, повторюсь, личный пример всегда был на первом месте. Вот такой мой вам совет, что всегда выбирать себе профессионала по определенным личным примерам, да. То есть то, что действительно вам понравилось, человек, который действительно вам по душе, и вы видите у него результаты, которые вам нравятся, которые вы хотели бы добиться для себя, да, только своих результатов, да. Вот к такому профессионалу стоит обращаться.